Зажимаешь и крутишь, все Кстати, удивительно, смотри, она уже пшикнула, а никто не проблевался Я сейчас открою Когда жопу почешу, так же пахнет Этот запах лечит гайморит Здорово, пацаны, Михаил Павлович с вами Это Леха Так получилось, что в наше время уже абсолютно каждый блогер заснял видео на Сюрстреминг Но это не абсолютно каждый Абсолютно каждый, кроме нас И поэтому мы сегодня сделаем то же самое Леха приехал из Светлого Нижнего Новгорода, надо же было чем-то заняться Поэтому решили совместить приятным И заснять для вас новый видосик Значит, у нас есть такая замечательная баночка 650 грамм 650 грамм, да, ее надо опять показать Каждасты или гадости, это будет понятно Мы сейчас сначала ее откроем Попробуем просто так ее попробовать Ну, типа, чистоганом А потом сделаем бутерброды Как они, как вообще делают В Швеции В Швеции, да А бутерброды там делают, я так понимаю, хуськовые Давайте открывать Значит, понятное дело У нас есть хамовники У нас им защиты нету Но мы специально надели Самые шмотки на свете, блядь Потому что говорят, они вообще не отстируются И поэтому надо открывать на улице От струи никто... Ну, конечно, пи**ц Сер стрёмник сам сам Не смоткнет, да, пахнет, блядь От струи никто не застрахован Кто будет открывать? Давай на суефа Су-е-от, а? Ёх, проиграл, он открывает Справишься? Да Не знаю Если я пойму, как работает эта, б**ть, открывашка Покажи открывашку, люди Она своеобразная банка Смотри, да Вот эту, к**ня, ты зажимаешь ее Зажимаешь и крутишь Все не было струи пацаны бобровый не натуре не было явно я видел видосы где она прямо а подложили как будто бумагу под нее сейчас может накапать на стол кстати удивительно смотри она уже пшикнула никто не проблевался значит это все байки пацаны есть запах но обязательно подписывайтесь на этот канал и напишите обязательно в комментариях если да то напишите если нет то тоже напишите но я чуть-чуть занюхнул но так может суши надо сливать обязательно куда желательно не в карман надо слить прям на этой зажми не сильно я не удержу она тонкая давай аккуратно тогда ну таким таким из ленты просрочно дай еще салфетку лег на это нормально просто банка еще это же сглаза на сербский сейчас алексей занимается промакиванием впитыванием в бумагу болел пожевать его да это может прям вот туда нос поднести не все мне кажется главное чтобы она не выливалась я чувствую что это жижа теплая я захватил этот канал на две минуты чувствую себя так как будто я не могу двинутся а ты мог ее побольше открыли бери приборы а они уже этот запах лечит гайморин есть я думаю более холодный запах будет мне я говорю здесь даже бурьон теплый вот этот но ты знаешь короче в чем прикол я думаю этот запах типа ты есть понимание того из чего он исходит и скорее всего я уверен в том то что это на самом деле это селедка будет на вкус прям клевая это то же самое как типа ну знаешь когда твой хороший близкий друг пердонут типа тебя не вот ты знаешь что пердонул эти ты такой хочешь на пробовать о чем поел сегодня там ну что он ел типа чем пахнет приятно понять его стать сказать изнутри понять друга да а другое дело когда ты не знаешь что это за запах а потом понимаешь это пердону какой-то противный жирный мужик в очереди блять кондукты начинаешь плевать я думаю типа здесь наверное такая же история не ребят пахнет на первое вот ощущение вот когда пары не выходит из банки пахнет реально маринадом короче любые луком пахнет любым пивом от дернинга она не слушается просто она еще отчасти не филе не фильтрованной попробуй и и это full открыть вообще капляндия 1 1 капля давай еще это салфеты мне попало на руку и я случайно растет и человек ничего чего вот чем пахнет я показываю как протыка бесплатно без регистрации с у нас костями да так вот и убери эти кости и да и и надо разделывать это икра сюрстреминга так вот эта икра да вот это вот волосы давай разделываю и это ну просто позвоночник вытаскиваешь как-то обычно с людьми делает чё ты готов ну имеет смысл но вот прям так ты ее есть вряд ли будешь ну чисто гану я мне не это будет не честно первое знакомство должно быть вот вот это если здесь я вижу позвоночник типа какое-то блюдо из белуги ожидал что я не понимаю да нет попробуй я ты это ты говоришь это не икра это икра не ну полагаю по половину не нюхайте пацаны она жесткая ну я думал она прям будет прямо вообще прям как вареная такая нет тебе давай пробовать икру давай икра клёвая икра клёвая это одно слово икра клёвая здесь лучше не трясти даешь целую нормально будет соленая хрустящие ребят сейчас на этом столе появится все ингредиенты для бутербродов для бутербродов и масло еще и масло еще а я давай еще одну тогда достану распотрошу так ребят вот у нас на столе появилась значит давайте я вам покажу из сливок сливочное масло хлеб ржаной вообще его делают с такими типа толстыми ну как бы кто-то делать с хрустящим хлебом да как лук красный обязательно сыр чеддер мы потерли на крупной терке и картофель расплавлен надо распространить масло есть на хлебе а ты хочешь так я хочу короче прям вот а я хочу вот картошку размажем смотри вот так вот давай у тебя будет это курс распространить меня будет курс распространения масла у тебя будет курс распространения картофеля отварного теперь даже когда луком пахнет от рук как-то приятнее это луком она и пахнет как думаешь вкусно ну однозначно я думаю вкуснее чем но это уже много не ты я полностью от них не избавишься не отрезав руки после этого типа и сверху сыр а да я про сыр забыл пацаны получается вот такой вот бутербродик мужики да слушай по идее это картошка селедка с луком ну ничего такого ну честно говоря все равно залупа может быть или просто выдохнуться еще как будто надо было не его сейчас более-менее пришло когда уже масло начало таять прикольно ну как ни странный и типы как и не ферментированной селедки на с луком идет вкус взять обычную соленую селедку получится вкуснее и съесть вот так же из бутерброда конечно легко но нет однозначно не так же получится например ядреная вот эту вот селедку прикольно ребят а кто напишет сколько стоит через стрёминг на озоне в комментариях первый получит 500 рублей на карту вы даже можно с кайфом съесть вот когда кусаешь не чувствуется всего шарма вот прикольно вот это когда уже проживал все компоненты сошлись воедино вот тогда уже получается такой ну как бы полноценный вкус ради которого придумали вообще квасить эту селедку как я понял но все равно хочется это подытожить типа фразы ты платишь не потому что режешь лука потому что хочешь роллов у тебя на носу охуенная . он услышал что кто-то вырывает позвоночник как тут пацаны вам всем спасибо за просмотр а души что вы смотрели до конца подписывайся обязательно этот канал михал павлович на телеграм-канал на там я делаю стрим обязательно лайкосик за развернутые ответы касательно кухни шведской и насчет стрёминга лёхи пока у кого-то про роллы это вот этот фраз про роллы хочется ставить